МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Итоги районов в Красночитайском, Комсомольском и Красноармейском районах отчитались о социально-экономическом развитии. В нашем полку прибыло телевизионщиков в Чебоксарах стало больше. В Чувашии в 59-й школе открылась медиа-студия «Новый взгляд». Всегда быть в пределе и помогать знать языки в Чувашии будут готовить волонтеров к мировому чемпионату WorldSkills Казань-2019. Все, что делается в стране, в регионах, должно работать на прорывное развитие страны. Так президент России обозначил основную мысль послания Федеральному собранию. По целому ряду направлений в ближайшие десятилетия предстоит масштабная работа. Комментируя послания, политики, эксперты и общественные деятели Чувашии отмечают, что в Республике для этого уже делается немало. Из года в год безвозмездное поступление из федерального бюджета и республиканский бюджет увеличивается. Только в текущем году мы порядка 20 миллиардов ждем этих поступлений, что на 15,8% больше уровня прошлого года. Но, соответственно, конечно, глава Республики ставит перед нами еще большие задачи и, соответственно, ставится задача доведения этого объема до 21 миллиарда рублей. Увеличение, ежегодное увеличение безвозмездных поступлений возможно, конечно, благодаря доверительному отношению правительства Российской Федерации к нашему субъекту. Существенные расходы у нас увеличиваются в текущем году и на здравоохранение, и на образование. На образование почти 17 миллиардов предусматривается в текущем году. Соответственно, увеличиваются и дополнительные расходы на строительство детских садов. На два года из федерального бюджета предусмотрено на эти цели 1,3 миллиарда рублей. Только в текущем году мы планируем получить из федерального бюджета 820 миллионов рублей на данные цели. Также существенно увеличиваются у нас расходы на здравоохранение. С учетом территориального фонда ОМС эти расходы составят 18 миллиардов рублей. Также выделяется дополнительные деньги в рамках поручения президента страны на укрепление материально-технической базы детских поликлиник. В основном эти ресурсы будут направлены на приобретение оборудования для детских поликлиник, для детских отделений, муниципальных и районных больниц. Я бы обратил внимание, что президент Владимир Владимирович Путин сказал, что роль и место государства в современном мире определяется не только природными ресурсами и не столько производственными мощностями, а уровнем жизни населения. И в этом плане, конечно же, для человека важно реализовать свои творческие способности, жить в каких условиях – комфортных, здравоохранение, образование, уровень жизни, то есть заработная плата, обеспечение пенсионное, обеспечение старшего поколения, экологические проблемы – это все отражается на продолжительности жизни. И хочу сказать, что за эти годы, если сравнивать то, что начало 2001-х годов и сегодняшние, конечно же, разительные показатели, например, граждане, живущие за чертой бедности, в начале 2000-х годов составляло 42 миллиона человек. Сегодня это около 27 миллионов человек, уменьшилось более чем два раза. В 2015 году, мы знаем, доходило до 14 миллионов человек, но вот эти сложные, в общем-то, условия, они немножко ослабили нашу позицию. Если говорить о пенсионном обеспечении, тут тоже достигнуто очень много, и тут несколько раз за эти годы повысилось пенсионное обеспечение старшего поколения. Одной из амбициозных задач было поставлено – это увеличение объема жилищного строительства практически в полтора раза. Да, действительно, это амбициозная задача, но, учитывая тот накопленный технологический опыт наших, в том числе строителей Чеварской республики, эту задачу можно решить. Теперь же, что касается основного направления, которое обозначил президент – это формирование комфортной городской среды. Да, действительно, это большая и очень интересная программа, которая уже реализуется на территории Чеварской республики. Я напомню, в 2018 году на данные цели было направлено из федерального бюджета 263 миллиона рублей. Также в послании прозвучало предложение президента о том, что в России внедряется программа комплексного и планового, скажем так, пространственного развития Российской Федерации и предлагается увеличить финансирование, в том числе и по городской среде, практически в два раза в течение шести лет. В муниципалитетах республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Встречи в расширенном составе помогают определить сильные стороны и проблемы, которые необходимо решать. Ключевая задача – повышение качества жизни граждан. Перед Михаилом Игнатьевым уже отчитались руководители Красночитайского, Комсомольского и Красноармейского районов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Контракт с Александром Кузнецовым депутаты муниципалитета заключили две недели назад. Кресло главы администрации занял опытный управленец. На протяжении 15 лет он руководил крупным селом Атнары. И вот теперь новый фронт работ. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас район занимает лидирующие места по многим показателям. Но необходимо двигаться вперед. В связи с тем, что район сельскохозяйственный, производство мяса с увеличением к уровню 2017-2016 года, в прошлом году, рост составляет 8,4%. Касаясь бюджета, вы по собственным доходам на душу населения среди 21 сельскохозяйственного района находитесь на втором месте. Я хочу обозначить положительную динамику по обороту розничной торговли, по обороту общественного питания. Немалую долю доходов в бюджете муниципалитета формируют инвесторы. Новые проекты будут реализованы и в этом году. В Красноармейском планируют начать производить сладости и открыть завод по переработке молока. Глава администрации считает, что у района есть резервы в плане снижения расходов. Эта мера может принести многомиллионную прибавку в казну. Задачи на 2018 год – снижение неформальной занятости, легализации сферы заработной платы, снижение недоимки по местным налогам и сборам. Общую картину в районе портят долги в сфере ЖКХ. Они должны быть ликвидированы в сжатые сроки. Судимся, конечно. Материал много мы подали. Судимся. Здесь надо наводить порядок. Донором для экономики муниципалитета выступает республиканский Минфин. Размер безвозмездных поступлений из регионального бюджета будет увеличен. Чувашию поддержит и федеральный центр. В ближайшее время поступит более 20 миллиардов рублей на строительство дорог, развитие медицины и создание ясельных мест в детских садах. Это говорит о том, что доверие президента к республике огромное. Это мы умеем оценивать. До конца этого года большинству муниципалитетов необходимо реализовать 14 приоритетных программ. Власти Комсомольского района делают ставку на агропромышленный комплекс. За последнее время в этой сфере создали десятки рабочих мест. Недавно на одном из заводов начали производить натуральные соки. Их качество оценил и Михаил Игнатьев. С экологически чистой земли произведенные наши виды сельхозяйственной продукции дают возможность сегодня развиваться. 15 миллионов предприниматель сказал, вложил в средства. Объем продукции, произведенной хозяйствами района, превысил 2 миллиона рублей. Из года в год в аграрном секторе района заметно повышается среднемесячная заработная плата работников, которая на 1 января 2018 года составила 17 816 рублей. За последние годы в районе существенно сократился уровень безработицы. Еще одна сильная сторона муниципалитета – хорошая динамика по воду жильям. Нет застоя, разжим настроиться, люди закладывают себе хорошую перспективу. Красночитайский район в этом году может стать абсолютным лидером по реализации проектов развития общественной инфраструктуры. На конкурсный отбор уже представлено 17 инициатив. В муниципалитете борются эффективно с теневой занятостью. Доля налога на доходы физлиц увеличилась более чем на 5%. В ближайшие дни в районе откроется новый дом культуры. Его строительство велось с большим отставанием от графика. Сейчас решаются вопросы газификации. Первые концерты намечены на следующую неделю, а 18 марта здесь будет работать избирательный участок. Дмитрий Ковалев, Денис Ноздрюхин и Игорь Ульянов. Республика. В Чувашии начал свою работу центр общественного мониторинга выборов или по-другому общественный штаб. В него вошли представители общественной палаты, прокуратура, общероссийского народного фронта и политических партий. Возглавила его уполномоченный к правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева. До 18 марта осталось чуть больше 10 дней. Все ли готово к выборам? Как проходит предвыборная кампания? Доступны ли избирательные участки для людей с ограниченными возможностями? Какие жалобы поступают на горячую линию? Все эти вопросы и будет курировать общественный штаб. Прозрачность и открытость – основные посылы нынешней кампании. Главная задача нашей, в том числе страны, именно моей, как уполномоченный к правам человека – это обеспечение избирательных прав граждан, соблюдение законодательства, касающегося прав граждан в этой сфере. И мы будем проводить мониторинг и в ходе подготовки, и в день выборов президента Российской Федерации с тем, чтобы каждый наш гражданин, имеющий свое избирательное право, мог его беспрепятственно реализовать. Само голосование, обработка бюллетеней и подсчет голосов, видеонаблюдение на избирательном участке – тоже под надзором общественного штаба. Одна из важнейших задач его представителей – проследить, чтобы не нарушались права избирателей на закрытых участках, в больницах и СИЗО. Под особым контролем различные нештатные ситуации, которые порой возникают на избирательных участках. Именно общественный штаб должен выступать в качестве некого арбитра, возможно даже в качестве медиатора, при возникновении различных спорных ситуаций. На каждом избирательном участке в Чувашии будут работать как минимум по два общественных наблюдателя. Сейчас их подготовкой занимается Общественная палата Республики. Полторы тысячи волонтеров уже готовы приступить к наблюдению. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Волонтеры из Чувашии в 2019 году отправятся в Казань на 45-й мировой чемпионат WorldSkills. Добровольцев будут готовить в нашей республике. Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии стал одним из победителей открытого всероссийского конкурса добровольческих организаций. Учреждение получило статус ресурсного центра по подготовке волонтеров к чемпионату. На днях было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Центр молодежных инициатив включится в подготовку мирового чемпионата в статусе ресурсного центра по набору волонтеров. Всего по всей стране в 8 федеральных округах будут работать 15 подобных центров. Для нас стало очень значимым, что опять же в 2018 году мы получили статус ресурсного центра и мы будем готовить волонтеров для мероприятий особенного. 185 человек, мы занимаем второе место, нас опережает только Ростовская область. Из этих 15 региональных отобранных центров мы занимаем второе место. Продолжаются еще информационные кампании, еще можно попасть в кандидаты и уже с сентября мы начнем собеседование. Оргкомитет мирового чемпионата планирует привлечь 2,5 тысячи волонтеров со всей страны. В их число смогут попасть только самые подготовленные и целеустремленные добровольцы. Они волонтером на WorldSkizus в 2019 году, потому что это очень интересно. Есть небольшой волонтерский опыт с языками английским наполовину. Ну не изумительно, а так неплохо. Да, разговорный. Отметим, что Россия впервые будет принимать мировой чемпионат по профмастерству. Более 1300 молодых профессионалов из более 70 стран мира будут соревноваться по более чем 50 компетенциям. Оценивать их будут тысячи экспертов. Галина Титарчук, Анастасия Алангина, Атнеркарсаков, Республика. Отпуск по уходу за ребенком – хорошее время для того, чтобы подумать, нравится ли вам ваша работа или вы хотите переквалифицироваться. А может имеет смысл получить дополнительное образование? Служба занятости населения города Чебоксары предлагает специальную программу, которая включает в себя возможность получить дополнительное профессиональное образование или повышение квалификации для мам, находящихся в декретном отпуске. Екатерина Плосконос. Каждый день с улыбкой на лице спешит на любимую работу. Еще пару месяцев назад она была домохозяйкой в декретном отпуске. В нем она была целых пять лет. Поэтому многие профессиональные навыки растеряла. Курсы повышения квалификации от центра занятости населения города Чебоксары оказались как нельзя кстати. Я прошла теорию, практику проходила в организации, в которой я работаю. И для меня было больше, наверное, как не практика, а влиться в рабочий ритм, наверное, после долгого декрета. Пройти без трудностей период адаптации на работе и повысить свою квалификацию смогла и еще одна сотрудница водоканала, Светлана Алексеева. До декретного отпуска женщина работала бухгалтером. А ведь законодательство в этой сфере меняется очень быстро. Я прошла обучение по 72-часовому курсу в институте потребительской кооперации. И, в принципе, мне это помогло влиться в работу, помогло адаптироваться к новым изменениям в бухгалтерском учете. И, ну, в принципе, я вспомнила все. Потому что сидя в декрете, занимаясь малышом, ну, все просто из головы уходит. Курсы от центра занятости города Чебоксары, они бесплатные, что немаловажно, потому что я сижу в декрете, естественно, ничего не зарабатываю. И идти бы на какие-то платные курсы, чтобы вспомнить бухгалтерский учет, мне как бы было бы, ну, скажем так, накладно. В центре занятости уверяют, программа дает отличные результаты. Все больше женщин хотят ею воспользоваться. Новый импульс к жизни это направление получила после известных майских указов президента Российской Федерации. За это время нам отрадно отметить, что более 700 человек получили эту услугу. В прошлом году 139 человек получили эту услугу. Мы взаимодействуем со многими предприятиями. Мы считаем, что центр занятости и наше министерство вот этой услугой небольшой довесочек вкладывает в то, что называется улучшение демографической ситуации в нашей стране. Чтобы поучаствовать в программе, достаточно обратиться в центр занятости населения города Чебоксары с паспортом, копией свидетельства о рождении ребенка и документами, подтверждающими статус декретницы. После курсов участницам выдается сертификат о том, что они прошли профессиональное обучение. Сто лет назад был принят декрет о реорганизации архивной службы Новой России. Сегодня Государственный исторический архив Чуваши отмечает сразу несколько событий. Своё 95-летие, век российской архивной службы и переезд в новое здание. Государственный исторический архив Чуваши располагает самым большим в республике собранием документов. Более миллиона единиц хранения, многие из которых считаются уникальными. Ежегодно реставрируются и дезинфицируются более 27 тысяч листов. Принимаются на вечное хранение около 6 тысяч дел. Здесь можно встретить документы по историю Чуваши, начиная с 17 века. Александр Петров еще в молодости мечтал о работе архивиста. Архив для меня это очень многое значит. Даже я пользуюсь материалами и архивами. Архив это история прошлого. Там можно изучить и родословное, изучить историю деревни, историю города, историю республики и, соответственно, страны. Даже очень много интересного. Вот углубляешься и еще хочется работать, еще находить новые документы. В зале и ветераны архивного дела и те, кто сегодня заботятся о сохранности документального наследия. Добросовестный труд лучших из лучших отметили благодарственными письмами. Но самый большой подарок архивистам сделали в конце прошлого года. Новое помещение, оборудованное по последнему слову техники. У архивистов очень много дел и впереди. Раз появилась материальная база, укрепилась, мы, значит, должны уже об информатизации нашей архивной деятельности думать. Для этого мы в прошлом году приобрели более 13 миллионов только потрачено на приобретение оборудования. Новые линии микрофильмирования, лаборатория по реставрации, дезинфекционная камера для лечения документов. Все это уже появилось в архиве. Здесь есть и выставочный зал. Например, сегодня его экспозиция посвящена 170-летию со дня рождения Ивана Яковлева. Все желающие могут ознакомиться с биографией просветителя, записями лекций, свидетельствами об успехах, письмами и, конечно, книгами. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В нашем полку прибыло. Сегодня в 59-й Чебоксарской школе открылась медиа-студия. Юные журналисты, операторы и режиссеры рвутся в бой. Ребята планируют снимать сюжеты о школьной жизни, создавать радиопрограммы и даже фильмы. Все необходимое для этого уже есть. Сему продолжит Мария Шоклева. Мотор. Начали. Хлопушка, камеры, осветительные приборы, микрофоны. Добавим горящие глаза школьников, энтузиазм учителей и получим в медиа-студию «Новый взгляд». У детей, у школьников свой взгляд на то, что происходит вокруг них. И мы очень хотели этим проектом, открытием нашей школьной медиа-студии, расширить их знания о том, что происходит в школе, в городе, чтобы дети получили возможность развиваться всесторонне, находясь в медиа-пространстве и занимаясь медиа-творчеством. Медиа-студия в 59-й школе появилась благодаря победе в грантовом конкурсе «Топ-школа». Пока сюда принимают всех желающих. Созданы условия и для инклюзивного образования. У Никиты Трофимова свой канал на Ютубе. Мальчик может часами монтировать видео. И скажу, что это кропотливая работа. А где ты научилась? Мне помог интернет в основном. Варвара числится в студии ведущей. Десять минут на грим, и девятиклассница готова работать в кадре. Рассказать, что главное в ее любимой профессии. Это уметь говорить с людьми, быть счастливым и помогать всем, наверное. Главное правило хорошего оператора – это уметь бегать, и чтобы руки не тряслись. Теперь Катя, как и положено всем операторам, будет смотреть концерты через видоискатель. А еще снимать всех почетных гостей школы, которые сегодня восхищенно вздыхали. Да, в наше время такого не было. Взял бы интервью по 8 марта и у наших педагогов, наших учителей, и, конечно же, поздравил их с наступающим 8 марта. Те творческие проекты, которые бы здесь реализовывались, я бы очень хотел, чтобы они были наполнены светом, наполнены радостью. Телевизионный мир хранит в себе множество секретов. Ну, например, хотите сделать картинку объемной – добавьте особый рисующий свет. Хотите показать человека важным и значимым – опустите камеру вниз. Национальное телевидение Чувашии готово делиться этими секретами с юными коллегами и даже предоставлять эфир для их материалов. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Встречи на будущее. Производственники хотят заинтересовать рабочими профессиями и выпускников. Школьники присмотреть себе специальность и возможное место работы. Экскурсию по предприятию «Каскад» провели для учеников 46-й гимназии. Из необтесанного в идеально гладкий. Металлические детали полируют ультразвуком. На слух неприятно, зато зрелище завораживает. О соединителях, электроизоляторах доступны и с примерами, рассказывает замдиректора производства. Его задача в первую очередь – заинтересовать. Хотя производство – это и так всегда увлекательно. Не каждый взрослый похвалится, что видел, как полируют металл, обрабатывают его на фрезерно-токарном станке. Вот это – это не проволока, это трубка. Здесь шесть отверстий внутри нее. Вот представляете, вот на такую длину. Шесть отверстий. То есть заготовка помещается сюда, включается станок и прожигает отверстие со скоростью 10 мм в минуту. Причем железо любой твердости. Раньше не очень хорошо представляла, как работают инженера. И совсем не так себе представляла производственный цех. Я думала, что там все происходит руками, нет таких новейших технологий. Но сейчас увидела, что все совершенно по-другому. Нам показали, как все это работает. У меня появилось еще больше. В плане работать инженером. Эти ребята технический профиль выбрали еще в прошлом году, когда поступили в инженерный класс. Теперь предстоит определиться с вузом. Вот тут-то и полезная экскурсия. Увидеть своими глазами производственный процесс и спросить у работников, на кого учились и как пришли в профессию. Получить консультацию у первоисточника. Собственно, для этого специалисты Центра занятости населения города Чебоксары и организовали школьникам экскурсию в НПО «Каскад». Одно дело – это информацию черпать из интернета и книг, а одно дело – это прийти на предприятие и увидеть профессию вживую. Я думаю, что после таких экскурсий у каждого школьника складывается какое-то свое субъективное мнение, которое ему в будущем, наверное, поможет с выбором профессии. Как раз здесь, увидев весь технологический процесс от проектной разработки до сборки и маркировки, ребята понимают, их это работа или нет. Я изначально рассматривался как программист, но сейчас их и так достаточно много, и, возможно, я не смогу найти работу именно здесь, если останусь. Поэтому заинтересовался смежную. То есть не обязательно только глубоко программистом, а быть инженером, например, проектировщиком. Профориентационные экскурсии – многолетняя практика Центра занятости населения города Чебоксары, которая помогает старшеклассникам ответить самим себе на вопрос – кем быть? Ирина Волкова, Атнер Корсаков, Республика. На праздники в гости в музей 100 тысяч вышивок. С 8 по 11 марта музей Чувашской вышивки открыт для всех желающих. Такой подарок Международному женскому дню всем горожанам и гостям столицы делает Чувашский национальный музей совместно со Сбербанком. Музей Чувашской вышивки хоть и небольшой, но уникальный. В выставочных залах все многообразие национальной вышивки. С древних времен и до наших дней. Мужские и женские рубахи, налобные повязки, платки и пояса – традиционные элементы чувашского костюма представлены во всем своем великолепии. Здесь можно увидеть даже вышитую карту Чувашии. Ее создали еще в 1937 году для Всероссийской сельскохозяйственной выставки. Благодаря акции «Ждем в музее», которую поддержал Сбербанк, многие жители республики и ее гости смогут увидеть эти рукотворные экспонаты. Уже второй год подряд мы совместно с Чувашским национальным музеем привлекаем и приглашаем жителей Чувашской республики присоединиться к музейному движению. В этом году мы делаем подарок всем женщинам. И с 7 по 11 марта делаем вход в музей Чувашской вышивки абсолютно бесплатным. Надеемся, что это будет хорошим поводом провести интересно, ярко и запоминающиеся эти праздники. В рамках акции посетители бесплатно смогут попасть и в серебряную кладовую. Именно там собраны уникальные предметы ювелирного искусства. От лучших образцов традиционных чувашских украшений, изготовленных из серебра и бисера, до этнических стилизованных украшений, которые были созданы в наши дни. Здесь же будут проходить и мастер-классы. Четыре раза каждый день у нас будут проходить и мастер-классы. Мы будем, прежде всего, конечно же, вышивать, учиться вышивать знак солнца. Это будет у нас мастер-классу 2 часа. Салфетку будем в воскресенье делать. Девочки покажут, как это можно сделать. Ну и кроме этого, вы научитесь из лыка делать куклу, и птицу счастья из ткани, и, конечно же, куклу-закрутку, оберег. То есть это все можно будет сделать собственными руками и забрать с собой. На все мастер-классы лучше записываться заранее. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Картины не нужно смотреть, их нужно читать. Так считает заслуженный художник Чувашской Республики Александр Ильин. В Доме правительства открылась выставка его работ. Он впервые почувствовал силу искусства на уроке труда. Слепил бюст Ленина из пластелина. Да такой правдоподобный, что тот долгое время стоял на директорском столе. С этого и начался творческий путь Александра Ильина. Картины я начал писать поздновато, потому что диплом делал по скульптуре и считал, что не живописец. А в 30 лет примерно, 30-30, 30,5, меня просто физически потянуло на природу. Я взял этюдник и краски пошел. И уже остановиться не смог. У сцены лучшая картина Ильина за последние 5 лет – это мнение самого художника. Чувство сострадания, восприятие чужих проблем, как своих, работа у сцены вызывают у зрителей неподдельные эмоции. Да и вообще, автор выставки очень любит некие картины-загадки, где нужно всматриваться в образы, размышлять. Тут такой элемент есть. Это аморилис, цветок. Это не просто цветок. Я отдельно его написал, назвал в своем произведении «Три рубашки счастья». В чем счастье человека? Вот видите, проклюнулся один бутон. Это человек рождается. Первая рубашка счастья одевается, когда человек родился и пригодился. Вторая рубашка счастья одевается, когда человек влюбился. От взаимной любви родились дети. И, сделав в этом мире все, что положено, с чистой совестью, на душе, можно одевать тогу, третью рубашку счастья, посмотрев в глаза детям, внукам, правнукам, друзьям, всем знакомым. И счастливым уйти в лучший мир. Это, в общем-то, автобиографичная штука. Я так живу. Найти свои «Три рубашки счастья» художник желает всем зрителям. Кстати, его работами любуются не только в нашей республике и стране, но и в Америке, Норвегии, Черногории. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. До завтра. Новозеландский красный немецкий пестрый великан – французский баран. Всего на выставке ушастых пушистиков можно насчитать более 40 видов кроликов, как гигантских, так и совсем крошечных. Это французский баран, ему 4 года, и размер его ушей достигает около 70 сантиметров, и весит он около 8-7 килограмм. Он не кусается, он не опасный? Нет, он не кусается, не опасный. С ним дети имеют часто очень контакт тоже. Этот кролик – сын победителя конкурса в Голландии. Как и все представители породы французский баран, отличается спокойным характером и фотогеничностью. Аппетит у него, как и у остальных обитателей данной выставки, просто отменный и совсем нет чувства насыщения. Так яблоки и морковки они могут поглощать круглые сутки. Не влюбляться в этих милейших созданий просто невозможно. Мы пришли на выставку, попали случайно и были очень удивлены таким разнообразием животного мира. Я думаю, кролики – они одни. А тут столько видов, что поражает. Нам даже дали погладить их. Ребенок визжал. Выставка замечательная. Здесь можно погладить, покормить кроликов. Приходите, не пожалеете. Долгожданная выставка ушастых и пушистых никого не оставит равнодушным. Почти все животные находятся в открытом доступе. Их можно погладить, покормить и подержать на руках. Анастасия Максимова с сыном Даниилом одними из первых пришли посмотреть на плюшевых зайчат. Привела ребенка посмотреть. Но, честно говоря, для взрослых это тоже очень интересно. Поэтому советую прийти не только детей привезти, но и взрослым посмотреть обязательно. А в зале по соседству расположились более 10 видов голубей. Статные, красные, николаевские, белохвостые, почтовые, европейские. Выставка пернатых и пушистых располагается на пятом этаже МТВ-центра. Послушать голубей и погладить пушистых крольчат можно ежедневно со 2 марта с 10 и до 7 вечера. Без выходных и перерывов. Более 15 лет на российском рынке работает фирма Агро Альянс, которая предлагает современные средства защиты растений. Недавно представительство компании открылось и в Чувашии. И многие чувашские фермеры с продукцией Воронежской фирмы знакомы очень хорошо. Кто пользуется нашими препаратами, все они отзываются с хорошей стороны. Например, компания Бекон Цивильского района, кооператив Семеновский Парецкого района, Слава Картофелю Комсомольского района и другие сельхозпредприятия. В этом году начали работать с каждым хозяйством. Многие хозяйства заключают договора с нашей компанией. Препараты отечественного производства. В основном их выпускают на химических заводах города Воронеж, Липецкой области. Опытные фермеры понимают, что без средств защиты растений хорошего урожая не получить. Продукция известного производителя и поставщика пестицидов Агроальянс предлагает целую систему защиты растений, которая позволит добиться максимальных результатов на полях. Мухи, злаковые тли, жужелицы и другие насекомые способны оставить хозяйство без 20% урожая. Поэтому их уничтожению нужно уделить пристальное внимание. Я выбрал чем-то картошку от жуков, чем оборвота. Мне сейчас ребята объяснили, я доволен. Книжку дали, я буду дома изучать в семейном совете. Потом буду заказывать и сажать. Все будут довольны. Также Агроальянс помогает сельхозпредприятиям снизить затраты на приобретение средств защиты растений. К тому же фирма постоянно на связи и готова доставить препарат в хозяйство в течение короткого времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова